Добрый день, дорогие мои друзья! Вы на канале Галина Коломейко, автора безлекального метода кроя и порядка 10 хороших книг по кройке и шитью, любимых уже вами. Итак, сегодня я хочу коснуться темы нагрудной выточки. Как-то не так давно среди моих коллег эта тема вызывала особый интерес, потому что когда мы разговаривали о платье санатории, я заикнулась о том, что, введя школу, онлайн-школу для своих учениц, они задали мне этот вопрос. Я сказала, что я такое платье никогда бы на эту фигурку не стала шить без нагрудной выточки. И тут развернулась большая полемика на эту тему. Я в ней тогда не участвовала. Люди высказали свое мнение. Я с ним, к их, может быть, к сожалению, не согласилась. Я не могу этого принять. Потому что считаю, что для идеальной посадки, для хорошей посадки, для того, чтобы не было заломчиков вокруг этой нашей выступающих точек, нагрудная выточка нам в некоторых размерах, в некоторых фигурах просто необходима. Да, согласна. Если грудь маленькая, если фигурка сутулая и так далее, то можно ее не делать. Еще один момент, который сегодня заставил меня коснуться этой темы, это следующий. Очень часто, когда люди шьют вещи по индивидуальным заказам, они не придают, к сожалению, значение осанке фигуры. А осанка фигуры, она напрямую влияет на раствор нагрудной выточки. И давайте я вам сейчас это докажу, постараюсь это доказать наглядно. Вот посмотрите, у нас есть три вида осанки. Одна осанка это человек обычный, спинка ровненькая. Если вы его поставите между двумя вот такими вот вертикальными прямыми, так скажем, да, то спинка почти коснется этой вертикали, ягодички коснутся вот этой вертикали, с этой стороны у вас коснется грудь и, может быть, коснется немножечко животик. Или чуть-чуть будет не доходить. Ну, вот как-то так. Это грудь, это животик, это спинка, это ягодички. Условно говоря, это нормальная осанка. Если ваша осанка перегибистая, то ваша грудь как будет выглядеть? Вот так будет выглядеть ваша грудь, да, может быть. Она может быть большой, может быть не очень большой. Спинка будет очень ровная. И дальше там идут у нас лопаточки, да. То есть разница, что значит перегибистая фигура? Это когда длина переда до талии, вот эта мерочка, которую мы снимаем до талии, она значительно больше, чем длина спинки до талии. Видите, какая разница? Если в этом случае эта разница невелика, там 3 сантиметра, в больших фигурках может быть 4 сантиметра, вот эта разница, да, то здесь она уже очень большая. И, наконец, третий тип фигурки, когда фигурка у нас сутулая, тогда перед у нее часто выглядит вот так. Вот здесь вот она очень сутулая. Ягодички там какие-то. Ну, я утрирую, конечно, понятно все, да. Но, как бы там ни было, вот это у нас будет, допустим, талия. Вот потому что мы талию всегда делаем параллельно линии низа. И как выглядит у нас длина переда до талии. Вот так измеряется мерочка, да. Смотрите, какая она короткая относительно вот этой вот длины спинки. Итак, вот эта фигура у нас сутулая. Вот эта фигура у нас перегибистая. А вот эта у нас осанка обычная. Так вот, обратите внимание на эти три истории, потому что все наши фигурки, хотим мы этого или нет, они делятся, вот каждую из них можно отнести либо сюда, либо сюда, либо вот сюда, да. Давайте посмотрим на обычную фигурку. Классическая выкройка базовой конструкции, она обязательно содержит в себе нагрудную выточку. Но в зависимости от размера, эта выточка может быть как поменьше, так и побольше. И поэтому, когда размер у нас невелик, это детская одежда, это подростковая одежда, это небольшие, средние даже размеры, может быть до 48-го, я бы так сказала, размера, мы можем построить базовую конструкцию совсем без нагрудной выточки. Как это делать, я расскажу об этом, я уже рассказывала об этом на своем канале, но принципиальную разницу между основной и базовой конструкцией, как переходить от одной в другой, я вам покажу. Я никогда не размоделирую выкройку с нагрудной выточкой, как показывают мои коллеги, и не превращаю ее сложными какими-то путями в выкройку без нагрудной выточки. Я это делаю сразу. Об этом я уже рассказывала. Поэтому вот тут такая история, да, нет, да, нет, нужна, не всегда нужна. Когда фигура у вас вот такая перегибистая, когда у вас большая разница между длиной переда до талии, это боковой шов у нас идет, это пройма у нас получается, да, тогда без нагрудной выточки вы обойтись не можете. Только лишь потому, что у вас просто-напросто плоский крой, он вот эту вот большую разницу, ему надо чем-то компенсировать. И, как правило, разница между длиной переда до талии и длиной спинки до талии, она и прячется у нас вот в эту самую нагрудную выточку, в ее раствор. Раствор нагрудной выточки необходим просто для того, чтобы мы спрятали вот эту вот разницу, чтобы дальше наше платьице пошло по фигурке ровненько. Потому что юбочка, она обычно имеет одну длину, от талии до линии низа. Если она имеет длину разную, то она будет заваливаться, низ будет неровный, ну и будет попросту брак. Это мы говорим о стандартном таком изделии, базовой конструкции. Вот, поэтому здесь выточка необходима, обязательно, обязательно она будет присутствовать. Здесь она может быть, а может и не быть. А вот здесь, что происходит с тутулой фигуркой? Давайте посмотрим. Длина переда до талии маленькая, длина спинки до талии большая. Что получается у нас? Где нужна здесь выточка? Выточка здесь нужна, конечно же, на спинку, для того, чтобы вот эту выпуклость обеспечить. Вот плечевая выточка здесь у сутулой фигуры просто необходима. А нужна ли ей вот эта нагрудная выточка? Посмотрите, как правило, бывает нет. Здесь она не нужна, потому что нам нет необходимости делать длиннее вот эту часть, как вот в этом случае, и прятать ее в какой-то вот раствор какой-то выточки. Потому что дальше тоже идет вот такое вот обыкновенное, ровненькое у нас юбочка, вот такое платье идет. То есть здесь она, как правило, бывает не нужна. И поэтому, какой вывод из того, что я вам сегодня рассказала? А вывод следующий. Нагрудная выточка, он не может быть постоянной, как мы это обычно считаем по формуле. Давайте я вам ее напомню. Раствор нагрудной выточки, нагрудной выточки, он у нас равен. Мерочка, давайте так, D, V, ширина, извините, ШГ2, минус ШГ1, умножить на 2, и если плечиков нет, прибавить 2 сантиметра. Вот так мы обычно всегда считаем раствор нагрудной выточки. Но, мои хорошие, если вот в этом случае он таким и остается, то вот в этом случае я его увеличиваю, а вот в этом случае я, наоборот, его уменьшаю. Вот в этом принципиальное отличие моего способа кроя от тех систем, которые существуют сейчас. Потому что я очень часто могу встретить, что нагрудную выточку нельзя делать больше того-то, того-то, каких-то ограничений. Но я с этим не могу согласиться, потому что у меня бывали случаи, когда разница между ДТП и ДТС достигала 12 сантиметров, и там раствор нагрудной выточки зашкаливал. Был больше 20 сантиметров, и куда же мне было деться, я не могла от него уйти. Другое дело, что я потом разбиваю эту большую одну выточку на несколько поменьше, и тогда обеспечивается технологическая посадка гораздо более естественно, кончики выточек сутюживаются, и так далее, и так далее. Но это не тема нашего разговора. Сегодня мы хотим принципиально поговорить о том, нужна нам выточка или не нужна. Так вот, если у вас выступ грудных желез, если спинка у вас ровная, если у вас размер 50 и так далее, и больше, то эта нагрудная выточка вам просто необходима. Больше того, в некоторых случаях, если осанка очень перегибистая, вы будете ее увеличивать. И наоборот, если фигурка у вас сутулая, то иногда вы ее уменьшаете до таких пор, что вам легче обойтись совсем без выточки, чем ее делать. А почему я делаю вот эту историю? Почему я увеличиваю или уменьшаю выточку, хотя строю, как все, растворно хожу одинаково по одной и той же формуле? Да только потому, что у меня всегда есть вот такая вот, вот такой критерий правильности построения любой нашей выкройки. Это конечная точка плеча. Ну, дальше там выточка идет, горловинка, не будем об этом говорить. П1, да? Там горловина спинки. А вот эта точка у меня, П2. А вот эта нижняя точка под проймой, допустим, точка Г. Так вот, я считаю, что моя выкройка будет построена всегда безупречно и будет всегда правильной, если у меня нарисовалась вот такая правильная, идеальная, я считаю, пройма. То есть, если она у меня, точка П1 ниже точки П2 на полтора-два сантиметра, это в идеале. Зачем мне это нужно? Это мне нужно за тем, чтобы у нас длина передней половинки проймы, прогиб здесь впереди делается побольше, была примерно такая же, как длина задней половинки проймы, чтобы когда мы вшивали в такую проймочку наш рукав, придется сюда перебраться. Давайте нарисуем наш рукав. Вот когда мы вшиваем в такую проймочку наш рукав, вот такой, например, да, то у нас вот эта передняя половинка точка А, это точка О, это точка В у нас, это передняя половинка, то длина передней половинки в рукавчике примерно одинаковая с длиной задней половинки. И когда вы начинаете этот рукавчик вметывать, точно так же, как длина переднего оката проймы, вернее, длина передней половинки проймы, она равна длине задней половинки проймы, точно так же, как длина переднего оката рукава, равна длине заднего оката рукава. И когда я вшиваю такой рукавчик в эту пройму, это конечная точка плеча, назовем ее точка П, вот здесь у меня боковой шов. И в боковом шве точки А, В, Г, они все совпадают друг с другом. И точки П1, П2 и точка О тоже совпадают друг с другом. Делаем вот здесь вот посадочку, здесь делаем посадочку и так далее. И мне работать с таким рукавчиком значительно легче. Вот поэтому я делаю то, что я делаю. Но я отвлеклась от темы, я когда-нибудь более подробно заострю свое внимание на этом, расскажу вам еще что-нибудь интересное про эти истории. А пока, пожалуйста, мои хорошие, значит нагрудная выточка запомните раз и навсегда. Если ваша фигурка перегибистая, то нагрудную выточку мы делаем обязательно. Даже если она у вас по раствору очень маленькая, мы этот раствор будем увеличивать. И если фигурка сутолая, будем уменьшать. Только вот в таких случаях мы не будем пользоваться вот этой нагрудной выточкой. И таким образом, вывод следующий. Если вы хотите, чтобы ваша выкройка села на вас безупречно, научитесь не просто определять раствор нагрудной выточки, а научитесь строить правильную пройму. И научитесь, и тогда проблем с рукавом у вас не будет. И нагрудную выточку на самом деле не только можно, но и нужно менять. Для того, чтобы построить свою собственную идеальную выкройку. А как ее построить, пожалуйста, на канале. Я хочу вас отослать на свой учебный курс «Видеошкола», который называется на сайте kolomiko.ru. Ниже в ссылочке вы это увидите. Там вы можете найти очень подробное разъяснение, очень обстоятельный онлайн-курс. Если вы не можете прийти ко мне на очные курсы, на очные занятия, которые, кстати, начинаются совсем скоро у нас, то, пожалуйста, можете учиться там. Но повторяю, насколько вам эту историю, мой курс, вам не понять. То есть нужна система, нужен порядок. И учиться надо в том порядке, в каком я пишу это в книге. Кройка и шитью сейчас она называется. И в том порядке, в каком я рассказываю это в своей влайн-школе. Итак, всего вам доброго. Всегда ваша автор безликального метода кроя Галина Коломейко. До новых встреч.